Путинские речи, когда он говорит не по бумажке, все расставляют по местам. Урогенитальный юмор особой плоскости из этой же обоймы. Ну и просто дикость про 25 махов, или как от взрыва одной трубы северного потока, осколок повредил вторую, вызвал гомерический хохот у тех, кто хоть как-то освоил начальный курс физики. Никакой взрыв не придал бы ускорение осколку так, чтобы он под водой пролетел несколько километров. И так за что не возьмись. Он не только не понимает, что несет ахинею, до него не доходит даже то, что оно пытается импровизировать в сферах, где у него изначально нулевые познания. То есть уже не способен более-менее очертить сферы знаний, в которые не стоит залазить. Впрочем, он мог рассказать о ракетах, которые над поверхностью Земли маневрируют на скорости 250 махов. И что? И вот сейчас проигрывается маленькая пьеса, в которой замешаны невежество, опломб, самомнение и кусочек истории. Как известно, после налета на военно-морскую базу орков Москва сурово заявила о том, что «выходит из зерновой сделки». Наверное, пациент ожидал шок и трепет в исполнении всех заинтересованных сторон, но вызвал только брезгливость и отвращение. «Выходишь? Прикрой плотненько дверь». Так стало известно о том, что караваны с 12 сухогрузов с зерном из Украины вошли в Босфор. Сопровождение судов завершили корабли турецкого ВМФ. И теперь всем стало очевидно, что Мордор к этим мероприятиям имеет только одно отношение. Он угрожает топить суда, как это делали сомалийские пираты. А кроме того, Турция утвердила себя в качестве регионального лидера, сдвинув Москву далеко в хвост очереди за сильными и вменяемыми странами. Вот так это бывает, когда вышел из класса и решил вернуться, а там вторая смена. Так что все будет как надо. Империю разламывают по кусочку, но с разных сторон. Конечно, ВСУ это делает на максимальных оборотах, но и все остальные тоже разбирают ее без особой рефлексии. Культурно и аккуратно лысого маразматика вместе со всем стадом загоняют под шконку, где ему самое место. Хотим мы того или нет, но фюрер Четвертого Рейха является предметом пристального внимания по вполне понятным причинам. А плюс к тому, его надо еще рассмотреть, поскольку именно по такому поводу Дарвин сказал «Мал клоп, да вонюч». И вот если смотреть на клопа в динамике от момента его интронизации, то можно заметить многочисленные изменения, которые произошли с этим организмом. Но в данном случае мы возьмем только одно направление, которое и станет предметом изучения, просто потому, что этого наверняка никто не делал. Речь идет о том, что фюрер формирует круг приближенных и соответственно имеющих доступ к телу, принятию решений и ресурсам. Очевидно, что в первые два года своего правления он полностью перетащил к себе питерскую братву, которая расселась по всем рыбным и клевым местам. Но несмотря на внешнюю разношерстность, эта братва имела одно общее свойство, которое и стало определяющим. В самом деле, в одну обойму пришли как люди прямо связанные с конторой, так и публика, которая к ней не имела никакого отношения, разве что постукивала к конторе, как это делали многие в конце советской эпохи. Тем не менее, у всех них был крепкий общий знаменатель. Дело в том, что Путина напрасно называют разведчиком, поскольку он проходил по пятому управлению, которое курировало идеологию, религию и прочую антисоветчину. А это значит, что он не работал в нелегалах за рубежом и вообще не занимался какой-то работой, которая присуща разведке или контрразведке в любой другой стране. Он был политическим вертухаем, коими в армии были особисты. Поэтому, когда СССР начал рассыпаться, именно этот функционал перестал быть актуальным, а публику с конторскими корочками, но не имеющую практической ценности, попросили на выход. Но это не значит, что в самой конторе у Путина не осталось корешей, приятелей и собутыльников, с которыми они выступали по девкам в Дрездене. Все эти связи пригодились на новой работе в мэрии Свято-Ленинграда, где он работал на босса «Папу Ксюши Собчак», которая попала на обложку журнала «Таймс» как самая оригинальная лошадь года. Понятно, что когда он без запинок сказал боссу «Айнунцванцикфирунцзипцик», что означает «могу говорить по-заграничному». Его назначили в отдел международных сношений для организации бартерных поставок продовольствия в голодающий Свято-Ленинград. Вот там-то на него и вышла братва из Тамбовской ОПГ, которая предложила тягать контрабас под видом гуманитарки. Это было предложение, от которого было нельзя отказаться, и Путин взялся за работу. Тем более, что братва платила наликом исполна. Там Путин заработал свой первый миллион и купил длинное пальто, малиновый пиджак и другие атрибуты шикарной жизни. Но все это уже делалось через личные связи Путина в конторе. Те же связи пригодились и для того, чтобы заводить потоки кокаина от картеля Кали в Питер так, чтобы потом, под видом бартера, переправлять его в Германию к старым конторским товарищам Паштази. Это уже были совсем другие деньги, которые даже близко нельзя было сравнить с тем скромным налом, который он пилил с Тамбовскими на продаже гуманитарки, продуктов и штанов. Понятно, что надо было часть раздавать конторским, которые лично крышевали окно на таможне, и тогда же пришлось взаимодействовать с людьми, которые обеспечивали Тамбовский легальный фасад. Оттуда и появились Медведевы, Миллеры, Сечины и другие товарищи, которые впоследствии стали миллиардерами. Именно там, в Свято-Ленинграде, Путин стал тем лицом, которое замкнуло государственные структуры, мэрию, таможню, правоохранительные органы с уже существующей и хорошо структурированной Тамбовской ОПГ. Как раз это нарыл покойный Литвиненко, и за это его напоили чаем с полонием. Он это не просто раскопал, но вышел на доказательства и свидетелей, приемлемых в суде. Но не получилось. Тем временем Путин стал тем главным звеном, которое замкнуло преступное сообщество с одной стороны и коррупционную власть с другой. Как раз это и стало мафией в классическом понимании всем известного слова. Одно дело, когда власти пользовались услугами бандитов или бандиты подкупали представителей власти и совсем другое, когда эта довольно монолитная группировка планировала целые направления своей деятельности, исходя из возможностей обеих частей мафиозного образования, но и реализовывала их, исходя из тех сил и средств, которыми располагала эта группа. В общем, это не является каким-то открытием, поскольку еще до переезда в Москву его подвиги, пусть и не в полном объеме и не касаясь темы кокаиновой контрабанды, описывала местная пресса и даже было начато следствие, отчего Собчаку пришлось ретироваться в Финляндию через путинское окно. И вот именно эта бригада, за исключением откровенной братвы, переехала в Москву вместе с Путиным. Кто-то занял посты в госструктурах, кто-то стал главой Газпрома или Роснефти, но все были пристроены на рыбные места так, чтобы не болтать лишнего о том, что их так плотно и крепко связывает с Путиным. А вот братковская составляющая клана получила возможность собрать все бабло, которое она хотела, спокойно выехать на ПМЖ в Испанию. От этого предложения нельзя было отказаться, всем было понятно, что те, кто был в теме, но не получили мест в официальных структурах или места жительства в Испании, уйдут под нож быстро и тихо, что позже и случилось. Мафиозная сущность этой власти сейчас видна невооруженным глазом, и она дошла до такого предела открытости, что меня бы не удивило, если бы Плешивый в очередной своей прямой линии рассказал о том, что действительно пушил кокс в Германию с тем, чтобы травить фашистов. Публика рыдала бы от умиления. Как же фюрер так рисковал, чтобы насолить гей-ропе? И не побоялся ни наркобаронов, ни тамбовских, ни закона. Действовал по лезвию бритвы, рискуя тем, что сорвется и станет не дедушкой, а бабушкой из-за острия положения. Но время шло, и менялся ближний круг лиц. Прямо сейчас Путина потянуло на ностальгию, и нельзя исключить, что для него прямо в эти дни оперные артисты поют шансон про Владимирский Централ. Само название для него должно быть особенно приятным, потому что Централ действительно сейчас его собственный. Поэтому и публика вроде Пригожина, который плавал по этим Централам и, как говорят деятели типа Гудкова, повар на зоне заведовал птицефермой. И поэтому его определения и шутки очень похожи на путинские. Например, эти. Как мы помним, он сам недавно толкал речи для подростков и, глядя на них, он проговорился про резиновые попы. Понятно, что это была оговорка по Фрейду, но именно это и роднит его теперь с такими деятелями, как Пригожин. Можно не сомневаться в том, что пока он не отдаст концы, процесс этот будет идти дальше и, возможно, прямо сейчас он очень жалеет о том, что не может лично общаться с Чикатило или Джеком-потрошителем. Им было бы о чем поговорить по душам. Так что, чем быстрее Путин перейдет к общению с Кобзоном, тем будет лучше для всех. Ну а как только это произойдет, то интересные подробности жизни и царствования фюрера мощным потоком, напоминающий тот, что сейчас льется в Волгограде, хлынет на публику с пикантными подробностями фото и видео. Но для этого надо приложить усилия. Не исключено, что прямо сейчас это и происходит. Субтитры создавал DimaTorzok